Мне кажется, вот эта рассеянность, назовем, ну или деменция, девушка деменция приходит, когда у человека, а ты куда ко мне порой-то, очень много стрессов, стрессов. Какие основные стрессы ты тут переживала? Ты можешь рассказать про свои стрессы? Вот сейчас? Ну, как бы, когда вот утяжелилось вот это состояние, больше стало. Кто вспоминается? Давай вот, последний стресс и дальше, туда, вперед, начиная до детства, можешь? Ну, за детство, это я хотела прямо вот отсюда, ну, отсюда уже даже, видишь, я теряюсь. Теряюсь, да. А, то есть ты не помнишь вот это, а детство помнишь свое? Детство, ну, помню, школу, вот сейчас я вспоминаю. Вспоминай, школу, какая это была, помнишь? Какая школа? Какая ты была, себя можешь увидеть, так закрыть, школу. Это в Одессе было? Да. В Одессе. У тебя там стрессов не было? Нет, все нормально было, да? Ты же вообще летящая бабочка была, эфемерный спиталец такая вся веселенькая, такая хорошая. Ну, да, и самое интересное, что когда я вот ходила, ну, вот куда ты видела, что кто-то там кого-то... То есть обижаю, да. Да. Я, знаешь, такая вся веселая, и потом я подходила, и кто в этом... Я говорю, ты сейчас будешь делать, знаешь, что... Ну, что? Целовать. А он, фу, я говорю, жопу. Когда я начинаю смеяться, этот человек начинает тоже смеяться, чтобы не было таких, чтобы кого-то где-то обидело. Скажи, когда мы пришли к тебе, начали слезы. Сейчас, да? Да, ну и сейчас тоже глаза. Почему? Можешь объяснить? Да у меня вот сейчас здесь прямо все в слезах. Я вижу внутри души. Что это? Почему слезы? Скажи мне, дорогая. Смотри. Вот сейчас. Дорогая, дорогая Светочка. Хорошая такая девочка. Такая чудная. Вот я у тебя помню такой, понимаешь? Как очень веселого, как очень такой. Вот и я сейчас тоже плачу с тобой. Почему? У тебя слезки. Расскажи мне. Ну они сейчас у меня вот, вот сейчас вы пришли. Я хотела как улучшение вам найти. Понимаешь? Вот такое вот. А, включение. Ну как бы беспомощность, да? Не смывай, пожалуйста. Ну, я знаю, что оно тут, но не вижу. Кто оно? Говори. Не надо так говорить. Ключи тут, но ты их не можешь найти. Фразу формирую правильно, да? Вот, но ты обрадовалась, что мы пришли. Ну, спасибо. Скажи мне, пожалуйста, Алексей к тебе ходит? Это понятно. Кто-то из Завровеля к тебе приходит в гости? Помнишь? Какого-нибудь? Ну, если сейчас так начну это вот. Кто здесь? Кто-то приходит? Приходит. Нет, сейчас не приходит. Не приходит никто. Знаешь, у меня получилось еще, смотри, какая. Ну, вот, например, были у меня деньги, да? Так. И я, ну, думаю, я здесь, тут выходишь, уходишь, туда-сюда. Да, знаешь, ну, может просто как-то так звучать, не звучать, не знаю. А ты сюда, на меня, а? И я с одной, которая тут, русская, в Валентине. И, ну, мы все время раньше вот уже… Дружили. Да, ну, дружили, да, и… Ну, она в одном месте живет, а я здесь. Ну, вот, когда я ее видела, да, ну, у меня… Ну, сейчас это я туда и сюда, знаешь, так причем. Ага, так. Я тебя поддерживать буду мозгом. Смотри. Да. Смотри мне в глаза все время и подключайся к моему мозгу. Понимаешь, да? У меня мозг очень сильный, мощный. Подключайся к нему. Я… Видишь, сама себе перебираю. Джейнги. Нет, я тебе сейчас напомню. Ты дружила с этой женщиной и все время боялась по поводу каких-то денег, да? Которые… Нет, я не боялась. Это… Ну, не важно. Ну, все мы боимся, чтобы они нас не украли. Так она… Смотри, я тебе сейчас… Она украла тебя? Нет. И… Здесь… Это не здесь даже. Тут где-то мы в другом еще куда-то строгали, там, так, 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 так… Я ей говорю, возьми, пусть у тебя… Полежат где-нибудь. Полежат. Полежат… Я ей там столько денег, я знаю, столько денег. А сколько? Помнишь? Ну… Помню, так, может, там… Сейчас она мне отдавала, так я там уже, знаешь… Сколько, сколько? Ну, было… Ну, было где-то… Там, где она… Так что с деньгами, давай. Вот ты отдала ей деньги. Отдала ей деньги. Отдала ей деньги. Следуй за мои мысли, пожалуйста. Отдала ей деньги. Пололи. И… Ну, и все. Я там… Не надо… Прихожу, она мне там да, сколько я вам хочу. То-то, то-то. Потом какое-то время я… Ну, мне не надо было… И ты не просила? Не просила, да. Ну, а потом… Да. Уже… Уже что-то мне… Понадобилось? Понадобилось, да. И я ей говорю… Верни деньги. Ты можешь мне дать столько-то, да? А, или мы поехали, мы с ней поехали… Сейчас мы найдем… Плавать. Плавать точку. Большую. Да. Плавать точку. Поснимай я в туалет. Если там бумажки надо, смотри. Угу. 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 Значит, давай рассказывай. И… Ну… И она сказала, не могу дать. Правильно? Нет. Это она сейчас она дает. Ага. Ну, я и думаю… Так, сколько я… Ну, пока вы не пришли… Я себе думаю… Сколько я вот потерплю… Ну, а потом еще… Ну, здесь же живет один… У него сын, который пришел… Такая гадость. Я тебе передаю… Я никогда не видела в жизни. Понятно. Ну, ты понимаешь, что люди не такими являются, какими они кажутся. Они могут казаться хорошими, а на самом деле монстры. Ты это понимаешь, да? А тут вообще получается, что… Одни монстры, да? Нет. Ну, вот… Этот парень… Парень, нет, не малый, тот же меньший. Угу. Издевается. И при том, что такое делает и говорит, что… Угу. 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 Умин знает… А ты что не можешь сказать? А ты сучонок. Не, ну это… Матом… Послушай, обязательно надо отражать. Ну я… Ясно. То есть, он тебя мучает. Я стараюсь… Нет, 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 нет. Угу. Что значит, стараюсь надо? Не замучил, но я знаю просто, что он из себя представляет. Я отбрасываю просто так. Угу. Чтобы не думать даже… Свет от нити… От нити. Ванной… Ванной, видишь, как… Майя, браво! Так, подожди, не отвлекайся, да, подожди, не отвлекайся, давай, пожалуйста, подожди, давай, скажи, болевые точки, две мы нашли, одна болевая точка, это девушка, которая должна тебе отдать деньги, дает тебе понемножку, правильно? Ну, она сейчас уже не дает, не возвращает, нет, она, в общем, как сейчас это будет продолжаться дальше, я не знаю, но она приходит и говорит, что мне не надо давать деньги, там, все это, я ей говорю, я хочу то-то, 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 это мои деньги, я же не прошу одолжить, не так же? Да, верни мне мои деньги, понятно, да, я говорю, хорошо, я все не буду брать, ты меня так, это вот, но мне надо, я хочу, с чем я должна сидеть и думать, я говорю, я буду плевать на тебя, ну, если ты так вот. А она что отвечает, она говорит, не да, или что? А она что-то, это вот, потом она с ними разговаривала, этот, по факту, не тот, который приходил пацан, а Алексей, Алексей, он занял такой плот, что этот говорит при мне, говорит радости, но... Это ты говоришь уже о сыне, да, о сыне, да, и он так себя ведет, но я увидела, что, понимаешь, он его или прибьет, ну, как бы, папа... Да пусть прибьет, да, ну, он такое говорит, и про меня, и про него... А, он говорит, я тебя убью, тебя убью, да? Нет, я не убью, он говорит, ну, ладно, она такая, ну, там, гадости такие говорит, а этот отец его, он, ну, он просто, как будто бы, вот так, он не слышит. Понятно. Ну, он просто, понимаешь, он для меня делает папа его, да, а если он будет с ним драться и там еще, это же никуда не ведется. Скажи мне, пожалуйста, вот он на тебя говорит, что ты такая гадостная, там еще что-то, а ты молчишь, что ли? Утираешь сопли? Нет, я сопли не вытираю, я просто делаю вид, что я вообще его не вижу. Ну, что не вижу. А ты можешь заполнить одну фразу, ты ее запишешь потом? Хорошо. Прямо смотришь ему в глаза и говоришь, откуда пришло, туда и ушло. Этот будет, этот, только здесь слышно. Можешь, а что, ничего? Ну, хорошо, а вот я уже, знаешь, я же тут, а кто-то ко мне придет, и я смотрю, как он лазит везде, и что-то там, это вот, и я говорю. Я тебя не может обворовать? А, у тебя нет денег, ты отдала все это и... Да, у меня сейчас подъезжай. Смотри, давай так, у тебя две болевые точки. Я увидела две болевые точки. Смотри, ты попала сюда, первое, я хочу чуть-чуть вернуться. Ты с мужем была счастлива, честно? Да, нет? Только да, нет? А какая Даня? Нет? Ты была счастлива, или да, или нет? Не знаю. Сейчас, сейчас, нет, подожди. Ты была со своим мужем жирным. Ну, счастлива. Поначалу было интересно, когда был худ... А потом, когда стал жирнее из меня... Подсказка жирный. Нет, ну, ты знаешь, как самое интересное, у нас слава богу, что он по... Уехал. Не-не-не, по... Не сделал мне плохо что-то. Нет. Просто хорошо все оставил, и уехал. То есть стресса нет. Уехал и уехал. То есть ты осталась одна. Миша, мне кажется, если сейчас этот... Да ладно, какая разница? Ну, я не хочу шукарить. Мы же, да. То есть вот этот молодой ходит и подслушивает. Подслушивает. А мы сейчас его напугаем. Такое скажу. Ну, это после мужа, понимаешь? Лекарство, как можно сказать. Да я умею говорю. Итак, муж не является источником стресса нет. Он же... Знаешь, мы две пришли, и я не знаю... Подожди, давай вернемся к теме. Так, давай вернемся к теме. У тебя началась деменция. У одних людей... Вот у меня и знакомая моя, да, соседка. Она меня считает своей дочкой. В 84 года абсолютная память, все помнит, никакой деменции, да? У нее... Ну, она очень верующая. Безумно вот это все время там читает, верующая. Конечно, когда человек верующий, то он защищен как бы. Здесь у вас же верой является Лямер, вот Шрю Робинда. И то никто в него не верит, это же понятно. И как бы ты живешь сама по себе, без веры. Поэтому по какой-то причине началась деменция или склероз, как угодно можно назвать. Как ты думаешь сама? Ну-ка, смотри мне в глаза. Почему у тебя начался склероз? Что такое, ты не хотела помнить? Люди надоели все сказать. Люди надоели. Или что? Что у тебя? Я так не говорила я. Нет, а думала внутри. Внутри что было? Я в душу твою смотрю. Что тебе мешало? Люди, что? Здесь же рай, здесь хорошо жить. Что мешало? Кто мешал? Ну вот этот гаденыш, понятно. Нет, ну так вот вообще ни с кем не имела никаких таких вот конфликтов. Нет, подожди, ты не могла не иметь конфликтных отношений. Но у тебя же душа есть, и на эту душу могли воздействовать по-разному. Вот как ты ощущаешь, когда тебе больно это, когда кто-то там, ну не так ведет, или вот как этот вот гаденыш? Вот это здесь только я вот... Здесь, да. Да, я уйду и иду и плачу. Вот, вот, то есть ты плачешь. То есть ты ничего не говоришь, подожди, ты ничего ему не говоришь, не отвечаешь, но плачешь. Вот ты знаешь, что... При нем не плачу. А? При нем не плачу. Это понятно, что не показываешь. Но все равно, смотри, когда человек плачет, он, это слабо, ну как, он становится слабым. Я вот тут тоже сегодня посполкнула, почувствовала себя жутко слабой. Если человек слабый, его тоже съедят и заклюют. Поэтому надо не плакать. А как ты думаешь, что надо делать? Давать отпор. Я же тебе сказала фразу, я ее напишу. Вот, выводим. Да, отпор. То есть ты должна посылать. Просто глядей, он, допустим, говорит тебе, ты стерва. А ты смотришь в глаза ему, говоришь, откуда пришло, туда и ушло. Ну, ты знаешь, я так говорю. Ну, только ваш... О другом как-то, да? Нет. А я говорю, как пришло, так ушло. Как пришло, туда и ушло, да. Но я просто при ком-то это говорю. Потому что мне кажется, что надо мгновенно сказать. Мгновенно? Нет. Тут же мгновенно отвечать. Тут же. Ну, отвечать. Вообще сразу ответ. Вот. Как бы ты таким образом себя сохраняешь. Значит, задача какая? Ведь почему деменция происходит? Как мне кажется. Одиночество раз. Вера в людей разрушилась два. И вот твоя душа сильно уже изранена. Так что она не выдерживает. И уже отключаются какие-то вот здесь проводочки, нейроны. Для того, чтобы это все не помнить. Потому что уже вот здесь все. Правильно? Так или не так? Нет. Это уже совсем... Нет, оно... Ну, где болит-то? Ты скажи в душе. Где у тебя болит? Что болит? Ну, понятно, что он, ты плачешь. Ты же плачешь не просто так. Что болит? Нет, я не часто. Это я плакала, а потом я вижу, как отец его... Ну, то есть отец меня тащит, и он кормит меня. Там все это, когда этого нету. Значит, он посмеливался там еще, чтобы он такой хороший. Ну, да, он тебя как бы поддерживает. И вот он меня, да, и он мне там все это уже готово. Ну, это же рядом, видишь, как. Я пришла. А на сына он на своего наезжает за то, что он... Ну, да, но ему тоже уже, знаешь, он же говорит не только мне. Он ему говорит, папа, при мне. Ты придурок, ты там еще... Ну, и тут делает вид, как будто бы ничего он мне говорит. Ну, а правда, потому что я сижу и думаю, а что он будет, что драка и что... А взять топор один раз, вот так, топором на него намерится, побежит и сразу вставит. Ну, знаешь, как я сделаю, это вот, папа его должен так сделать. Папа, папа. Ну, не я, да, он, я видела, как он пример... Знаешь, что, да, у меня был муж, вот этот, Максим, который уже на том свете. Вот он меня, как сказать, он мне потом сказал, я говорю, почему ты меня оскорблял? Почему ты приходил, ты не так улыбаешься, и все, и там все, и пошло. Он говорит, да потому что меня на работе вынижали, а я прихожу домой, а здесь я царь, король, и я, как сказать, вот, ластвую. И один раз я просто, вот у нас была стеклянная дверь такая, я просто, вот он это сделал, а я взяла просто молча стул. И вот этот стул, как долбануло в эту дверь, искры посыпались от стекла, и там в него это полетело. И он сразу успокоился. С той поры больше не было ни одной нападки. Я вообще могу разорвать человека в клочья, зарезать, все что угодно сделать, если на меня нападают, да, то есть вот так вот. Унижают. Зачем? Для чего? У каждого свой мир. Вот как ты думаешь, почему он тебя унижает? Почему он на тебя наезжает, унижает, обижает? Ну, не знаю. Да он неудачник, у него тоже не получается ничего, поэтому... Ну, во-первых, он, ну, это же сын этого. Ну, понятно, Алексей, да. Алексей, да. И Алексей, ну, терпит, терпит, он встает и бежит за ним. Я тебе сейчас падала, там, может, не знаю, что... Понятно, у них отношения гражданские, да? Ну, папа, все в него и в него. Как в него? Ну, папа, да. Ну, папа. Да. Вкладывался. Хочешь, я тебе скажу, как я тебя чувствую? Да. У тебя настолько вот забито все, как ты уже, понимаешь, это как безразличие. Ты забила свою душу, свою чувствительность, что тебя, как хоть вага под тебя подлетела, понимаешь? Да. Чувствительность, спасибо. Безразличие. Уже все просто. Такое происходит, когда человека уже просто забили, понимаешь? Вот. Просто уже так, прихлопнули, как муху. Вот, и я пытаюсь тебя поднять. Вот, поднять. Поднимись, пожалуйста, вот сейчас. Попробуй почувствовать, что же это такое, что с тобой произошло. Девочка, давай. Подними в себя, вот хорошо, давай так. Давай подними в себя юную девушку. Там, 16. О, молодец. Давай, давай, поднимай. И вы сразу картинка. Все это мне там, понимаешь, сколько? Сколько лет? Сейчас, сейчас, давай. Это же я училась еще в школе. В школе. Сколько лет тебе? 16, 15, да? Вот, я хочу вспомнить, сколько. Ну, да, еще. 15, 16. Не, ну, где-то так, вот, 15. Не сразу же. Вот эта же девочка живет в тебе. Она живет внутри тебя. Давай ее поднимай. Я могу в шестилетнюю себя выдернуть. Знаешь, почему у меня хорошая память? Потому что у меня есть, как это сказать, образы или формы. Меня, шестилетней, потому что много событий в шесть лет произошло, 12-летней, 16-летней, ну и так далее. И я выдергиваю, допустим, Маша шестилетняя, иди сюда, поговорить с тобой хочу. А ты можешь поговорить со своей Светочкой, 16-летней? Ну-ка, давай, разговаривай. Ну, как что-то ей скажешь? И она тебе что скажет? Давай поговори. Я хочу услышать этот диалог. Давай, сейчас подвези, ну ты же должна нарисовать себя. Ну, а ты воображением открой, давай, давай. Я ничего, я не против, давай, думай. Ну, как бы, не могу найти место. Ну, где ты идешь? По набережной, там, Одессы. Или в школе сидишь за партой. Где ты сидишь? Вот, увидите себя, 16-летним, сидишь за партой. Какие, какой, и вот, и вот ты напротив. И сейчас вы будете разговаривать. Ты можешь представить, как бы, что вот она сидит напротив тебя. Она сидит за партой, или где там, или на скамейке. Сидит она, 16-летняя Светочка, только что ты. И ты сидишь, вас двое уже. Растворение личности сейчас тебе сделаю. Так, и теперь ты с ней, пожалуйста, поговори. Что бы ты у нее спросила? О, глаза меняются. Хорошо, смотри сюда, да. Смотри теперь на нее. Видишь ее? Смотри на нее. Смотри на Свету. Смотри на 16-летнюю девочку. Ну-ка, давай, давай. Сейчас, какой я. Я сегодня ее рисовала. Ты даже рисовала ее. Видишь, что делаешь? Да, молодец. А теперь, ну, воображение у тебя открой, да? Вот она есть у тебя. Она сидит напротив. Давай, начинай говорить с ней. Я же только что-то взрослая. Понятно, что дрожит, да. Давай, разговаривай с ней. Поговори. Спроси у нее что-нибудь. Услышь ее ответ. Пожалуйста. А я вот только зритель. Я присутствую. Давай. Я когда не делала, я... Ну, а я не делала, а я тебе предлагаю сделать. Ну, да. Я же психотерапевт. Имею диплом. Американского университета психотерапевт-трекер. Трекер. Что такое трекер? Путь, да? То есть я как бы тебя пытаюсь вывести на тот путь, на котором ты была нормальным человеком. Ну, хорошим. 16-летняя девочка. Светочка. Как тебе звали? Света? Света? Это пацаны, там, ну, мальчики всегда. У тебя были косички? Косички были. Были? С косичками. Ну, на коробке они такие. Вот такие косички красивые. А платье помнишь свое? Хоть какое-то? Сейчас. Давай, девочка, вспоминай. Платье. Школьное, шурмое. Ну, школьное, форма коричневая, как и у меня. Помнишь, да? Такое носили все формы. Ты же не могла другую носить. Мы все носили красный галстук. Вот здесь была у тебя пионерка? Ну, наверное. Как будто? Мы все были пионерами? Все пионерами. Пионерка, да? Да. Как? Потом комсомолка стала, да? Значочек носила. Вот, теперь ты ее видишь, ощущаешь ее, ощути ее, быстро ощути. Прямо вот, ощути и начни разговаривать с ней, пожалуйста. Вопрос, какой ты задашь ей вопрос? Вот ты взрослая тетка из будущего, а она из прошлого, тоже ты. Какой вопрос ты ей задашь? Ну? Ну, если так, да. Ну, не задумывайся. А давай не задумывайся. Чего ты сидишь, думаешь? Ну, я не знаю, что сказать. Чего будешь молчать? Вот она перед тобой сидит, и ты молчишь. Ну, хотя бы что-нибудь скажи. Привет. Привет, она отвечает. Что она тебе ответит? Привет. Привет. Ну? Ну, так вот я ее вижу, стройненькая очень. Она, допустим, говорит тебе, да, стройная, красивая. Слушай, а что ты такой стала? Что это у тебя деменция? Ты чего? Ты же это я. Я же в тебе живу. Ну? Что случилось с тобой, отвечает. Это она спрашивает. Ну, как бы я за нее сейчас. Что случилось с тобой, Света? Давай. Если надо плакать, плачь. Если надо что-то говорить, говори, что приходит в голову. Давай. Давай. Воспоминай. Сейчас, знаешь, вот раз, и так потерялась. И потерялась. Ну, ты говоришь, да, я как бы в школе. Да, вот ты в школе, за партой, пустой класс, например. И ты садишься напротив, она видит тебя. Ты видишь ее. Ты ей сказала привет, она говорит, привет. Так это я? Это я, говорит она. Что бы ты у нее спросила? Она ведь знает больше чем-то. Или на... Пробуй спросить. Ты довольна тем, какую жизнь ты прожила? Скажи мне. Это вот она вот, допустим, спросила. Ты знаешь, я, ну, там, плакать, может, еще что-то, но я, вот, ну, тут поплакать, знаешь, так вот. И потом я встаю и понимаю, что я думаю, боже, какая я счастливая. Понимаешь? А может, это у тебя счастья слишком много? Да, нет, нет. Может, от счастья это все началось? Нет. На самом деле, ты, конечно, живешь в раю. Это несомненно. Тут такая красота, а тут все такое. Что же все-таки стало причиной? Ну, давай, ты же должна сама найти. Сейчас, сейчас я... Что-то ты задумываешься долго. Прям надо отвечать сразу. Не знаю, я же не знаю, что ответить. А говори, что придет на ум. Вот что приходит. Ну, да, я понимаю. Поговори хоть обракадабры. Ну, говори, что приходит. Давай. Вот прямо спонтанно говори, что приходит, что попало. Давай. Давай. Да вот оно стало и стоит. Кто стало и стоит? Оно. Ну, у тебя все время оно. Ключи оно. Ты оно. Это... Оно нет. Ты. Я. Да, ты. Ключи они. Ах, вы падлы. О, молодец. Давай, поехали дальше. Наконец. Дай, я знаю. Давай, давай. Ах, вы падлы. Давай. Ах, вы падлы. Давай. Молодец. Давай. Давай. Все, давай, говори то, что вот это приходит. Давай. Все, вот это вывезь сейчас все. Ну, это в школе, ну, да, могу кричать. Вот так вот. Да, да, давай. Обидел. Вот. И потом я... А ты помнишь, что... Падлы. Падлы, да. А эти там и доктор, и доктор, и доктор, который в Алме там ходит. Вот. И он один раз, я вспомнил это, он слыхал. Ну, то есть, я не знала, что там кто-то идет. Вот. И потом услыхала, что он говорит, боже мой, что это такое. Ну, он подумал, что это от кого-то, ну, от тех. А тут, получается, что это я. А ты что, падлы сказала вот за это? Падлы. Падлы. Ну, там... Ну, ты сказала, суки падлы, да? Все понятно, молодец. И тут идет, идет этот... Ну, как это? И тут идет доктор, и говорит, как это, что это творится. Такой, как она вообще может так? Ну, это я не помню. Скажи, ты материлась матом? Да. Молодец. Жалко этого. А что ты жалко этого? Ты бы помогла ему, наоборот. Нет. Вот смотри, если сам отец не может сына укротить, то помоги ему. Скажи. Вот такой рот свой закрою, гнилой. А то сейчас зубы все выдерну он тебя. Ну, да. Но он уже такой вырос, что ты же... Понимаешь? Я скажу, как мое видение. Да. Вот я прихожу к ней, ну, он готовит этот, как его, сын. Ой, сын. Отец готовит. Отец. Сын ничего не готовит, он балдас. Отец. Ну, так. Вообще, я не знаю, золотой человек. Ну, понятно. И я, и этот вот, и он, вначале он ему, ну, там, ну, прибить его только можно сына, потому что такой он... Ох, я бы его разнесла. Ну, как и прах. Ну, да, я тоже могу поэтом вот, но я не знаю, у меня нет, знаешь, уверенности, что если он дерется, лезет на папу драться. Ну, ты уже смеется, глаза искрятся. Прекрасно. Какие-то, смотри, теперь опять вернемся назад. В школьные годы. Понятно, что падлы назвала тех, кто обижал тебя. Вот, доктор сказал, это что такие? Это кто такая? То есть ты была вообще задиристая, да? Какая? Задиристая? Ну, такая. Веселая. А, веселая, да. Веселая. Веселая, но я маму же забыла, что она говорила. Ну, нет, все равно, мне же надо твое внимание. Я... Ну? Ну, все, я уже потеряла. О чем я говорила? Сберил. То есть у тебя настолько мысль легкая, что ее избили. Ну, да. Понятно. И было такое. Я даже и помню. Вот, потом как-то прошло. Такое. Сейчас, может. Значит, смотри. Есть такое понятие воля. Воля. Сильная воля, говорят у человека, да? Когда он не позволяет себе не расклеиваться. Ну, если она добро уже даст. Ну, и так далее, да? Даст отпор. Вот. А не просто там такая, знаешь, это со слюнявчиком сидящая девочка. Вот. Тебе надо включить первое память, второе волю. Память твоя, она должна включиться у тебя, прямо начиная с детства, как ты себя помнишь. То есть пройтись по всем временам. Потому что, если ты помнишь свое детство, если ты помнишь это, у тебя здесь нейроны выстроятся. Смысл деменции в том, что там перепутываются нейроны. Бессознательное с сознательным. Нельзя это вот как-то отделять надо, да? Вот. Я не знаю, когда они у тебя запутались, может, давно начали путаться. Потому что ты такой добрый человек, понимаешь? А добрые эти всегда съедают добрых. Поэтому надо иметь еще вот это падло, да? Ну, падло, погодите, я вам устрою. Обструкция. Вот, а еще какие воспоминания? Я тебя перебиваю, чтобы... Нет, 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 ну ты говоришь, конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!